Всем привет! Вы на канале о зимнем спорте. И сегодня новости биатлона. Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал о том, как он попал в основу сборной России для подготовки к новому сезону. Антон рассказал, что долгое время не было понятно, попадает он в сборную или нет. Но в конечном итоге это было для него не так и важно, поскольку мотивации у него хватало, независимо от того, в команде он или нет. Во время пандемии он провел замечательное время с семьей, не напрягался и чувствовал желание быть все сильнее и сильнее. А потом пришел тренер Юрий Каминский и сказал, что глядя на результаты его тестов и физиологические особенности, он не считает его спортсменом, на котором стоит поставить крест. Это поддержало Антона и он включился в активную работу. Юрий Каминский является лыжным тренером-легендой. Антон Бабиков отмечает, что тот режим, который предлагает сейчас Юрий Каминский, просто должен приносить результат. Нет никаких оправданий. Ты выходишь на каждую тренировку и понимаешь, что что-то с нее унесешь однозначно. Антону пришлось менять технику и это было нелегко. Но он благодарен Юрию Каминскому за то, что тот терпеливо, профессионально подсказывает как надо. И не просто говорит, но и находит упражнения, которые помогут сделать как надо. Антон Бабиков рад такой работе, от которой тяжело не только физически, но и с точки зрения работы головы. Это же подтверждают и другие биатлонисты. Он отмечает, что неважно сколько тебе лет, юниор ты или уже давно нет, всегда можно что-то изменить. Главное, чтобы было желание. Также Антон Бабиков прокомментировал слухи о том, что Международный союз биатлонистов может отменить международный сезон. Он отмечает, что в данный момент ему доставляет большое удовольствие просто работать. Удовольствие от ежедневной усталости и от того, что под конец сбора он полностью выложился и есть еще 5-6 дней дома, чтобы увидеть семью и чтобы восстановиться. Результаты этой работы будут видны, когда начнется сезон. Но в данный момент это качество работы позволяет Антону не думать о том, что будет зимой, тем более, что от него это не зависит. А мы желаем Антону Бабикову удачи и будем рады видеть его на Кубках мира. Это были последние новости биатлона. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.